Добрый день. Меня зовут Явовский Дмитрий, с вами телеканал Дождь. Мы продолжаем следить за развитием ситуации, связанной с футбольными болельщиками и с погромами, которые они сегодня устроили в Москве и в нескольких других городах России. Срочная информация, которую мы совсем недавно получили, комментарии от Виктора Бирюкова, это официальный представитель ГУВД по городу Москве. В разговоре с телеканалом Дождь Виктор Бирюков заметил, что милиции и правоохранительным органам удалось прекратить беспорядки в городе. То есть никаких таких серьезных правонарушений, по его словам, не было. И также ГУВД опробегает смерть одного из людей, которые были сегодня на Манежной площади. Я напомню, ранее об этом приходила информация по лентам информационных агентств. Я от себя еще скажу, что в блогах эта тема сегодня занимает очень важное место. Для начала TopLifeJournal.ru. Большинство постов в этом рейтинге связаны так или иначе с погромами. Вот мы видим сейчас на наших экранах практически все 10 первых мест посвящены этой теме. Блогеры выкладывают фотографии, блогеры ведут прямую трансляцию, блогеры рассказывают случаи, которые с ними и с другими, с их друзьями происходили сегодня в Москве. Прежде всего на первом месте в TopJG блогер ББ Мосс. Он вел абсолютно прямую трансляцию, текстовую, с сегодняшних событий в Москве. Сейчас вот на 8 вечера трансляция была прекращена, потому что по его словам уже все утихло. Но блогеры сегодня получали такие информационные сводки вот благодаря этому живому журналу. Следующий пост, о котором я вам хочу рассказать, был написан пользователем живого журнала по имени FKSM-DefisNV. Давайте посмотрим его. Собственно говоря, это самые такие интересные, самые захватывающие, самые волнующие фотографии, которые были сегодня в СМИ, в блогосфере. Именно по этим фотографиям сегодня интернет узнавал о том, что именно происходило на Манежной площади. Вот масштаб этого мы сейчас видим на наших экранах. Пост получил очень много комментариев. Также пользователь под ником Ви Данилил написал пост об этом. Это третье место в топе живого журнала. Он пишет о том, что есть убитые и много раненых. Но я напомню, что насчет убитых по официальной информации ГУВД опровергают эту информацию. Говорят, что убитых не было. Мы будем дальше следить за этой информацией. Уже точно известно, что очень много пострадавших, в том числе под горячую руку правоохранительных органов, попал оператор РИА Новостей. Телеканал «Дождь» свяжется с ним в прямом эфире нашего специального выпуска в 10 вечера. И мы с ним поговорим, пообщаемся. Насколько я знаю, с ним более-менее все нормально. Сейчас он находится в травмпункте. Еще один очень популярный пост был от лица «Новой газеты» написан в живом журнале. Мы его можем сейчас тоже увидеть. Это тоже такие очень серьезные душераздирающие фотографии. Видим, что, в принципе, милиция действовала довольно жестко. По последней информации Бирюков говорит, что милиция действовала в рамках закона, и никакого табельного оружия, по крайней мере, они не применяли. Навальный тоже написал пост о тех событиях, которые сегодня разворачивались на Манежной площади, о фанатских беспорядках. Он выложил вот такую фотографию. На ней мы видим общение лидера одной из фанатских группировок с представителем правоохранительных органов. Он в черной маске, и, видимо, милицию это нисколько не смущает. Они в такой ситуации уже даже готовы на диалог и в масках, и без галстуков, и в любом виде. Еще на сайте dirty.ru был очень популярный пост, который был написан сегодня днем, и получил он тоже очень много комментариев. Там люди писали о том, что с ними происходило, что с их знакомыми происходило, как там чудом удалось избежать участия в этих событиях. Но для большинства это закончилось хорошо. Также пользователь живого журнала Олег Кашин, Кашин в живом журнале его никнейм, написал такой небольшой аналитический пост про футбольных болельщиков. Он написал о том, что, в принципе, фанаты уже давно не являются просто такими агрессивными любителями спорта. На самом деле они все очень ангажированы политически, разными политическими движениями, и, собственно говоря, к спорту имеют уже довольно мало отношения. Коллеги, это были самые интересные посты из блогов. Мы будем дальше следить за развитием ситуации, будем читать блоги, будем мониторить ленты, и готовы буквально через несколько минут уже поделиться с вами всем последним, что есть по этому поводу. С вами был Дмитрий Еловский, еще увидимся в 10 вечера, у нас спецвыпуск. Оставайтесь на дожде.